Всем привет, меня зовут Ушил и сегодня у меня на обзоре коврик Rocket Title Control. Коврик Rocket Title Control это мягкий трябичный коврик, который продается в двух размерах, маленьком и среднем. На обзоре у меня средний размер. Помимо версии Control есть вариант Speed, который отличается более гладкой поверхностью, а также продается в немного большем диапазоне размеров. Коврик упакован в красивой коробке, оформленной в фирменном стиле Rocket. В коробке есть вырезы, через которые можно пощупать как саму поверхность коврика, так и основание. Очень удобно надо сказать, так как сразу понимаешь, что покупаешь. Как и большинство мягких ковриков, Тайта продается свернутым в рулон, так что после распаковки коврику потребуется некоторое время, чтобы распрямиться. Как и коробка, сам коврик также оформлен в фирменном сине-черном стиле Rocket. По периметру ковра идет голубая прострочка, а в нижнем правом углу находится довольно крупный логотип компании и название модели ковра. На левом ребре коврика расположен пришитый логотип компании. В сумме все выглядит весьма стильно и на фоне просто черных ковров Тайта несомненно выделяется. Поверхность Тайта Control на ощупь весьма шершавая, но не имеет ничего общего с легендарными коврами Razer Mantis Control. Тут поверхность однородная и напоминает более шершавый вариант QCK+. Пользоваться таким покрытием лично мне не очень удобно. И не потому, что скольжение какое-то не такое, или что-то еще. Просто мне совсем не по душе, как скользит рука по такому типу ковра. Слишком все как-то абразивно. По пирамиду коврика, как я говорил ранее, есть прострочка, которая по идее должна обеспечить долговечность. У этого решения есть как и плюсы, так и минусы. Плюс очевиден, это ресурс ковра. А минус заключается в том, что прострочка образует более высокий край, и поэтому этот выступ может оказаться некомфортным для руки, а также ограничивает и движение мышки. Сразу чувствуется, как мышка бьется в этот кант, что при определенных обстоятельствах может привести к тому, что не вы фрагните, а вас. Еще к минусам я могу отнести область, где напечатан логотип. По всей видимости, он нанесен термопечатью на поверхность, поэтому если мышка заезжает на эту область, скольжение резко меняет свои свойства. Одно радует, логотип находится, наверное, в самом редко используемом месте на коврике. Основание коврика выполнено из резины. Держится коврик на месте весьма уверенно, но у такого решения есть и минус, связанный с тем, что через несколько лет резина может начать крошиться. Впрочем, из моего личного опыта, поверхность ковров обычно до этого момента не доживала и теряла свои свойства, поэтому коврик приходилось и так и так менять. Толщина Тайта Контрол приблизительно 3 мм, не учитывая высоту прострочки. С ней коврик становится на 1-2 мм толще. На мой взгляд, это оптимальная толщина, так как коврик обладает одновременно и мягкостью, и упругостью, так что мышки в них не тонут, а ощущения, будто это твердый коврик для руки нет. Скольжение мышки по коврику хорошее. Поверхность не супер быстрая, но гладь приятный и разности статического и динамического сопротивления я особо не почувствовал во время игры. От влаги скольжение, конечно, слегка меняется, что, впрочем, ожидаемое поведение для коврика из водонепроницаемой тряпки. Так, что у нас получается в итоге? Тайта весьма качественный продукт, который продается в красивой коробке, выглядит весьма стильно и, в принципе, дает хорошую контрольную игровую поверхность. Однако коврик не лишен и минусов. Большой логотип в углу нанесен термопечатью, и он чувствуется при игре. Просрочка по периметру некоторым может показаться неудобной, а свойства игровой поверхности таковы, что руки елозить по ней, лично мне, по крайней мере, было не совсем комфортно. А цена в 1300-1400 рублей сразу определяет этот коврик узкому кругу фанатов Рокот, ведь можно купить коврик большего размера со схожими характеристиками за куда более скромные деньги. Итак, с вами был я, Тушел, если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!